Добрый день, уважаемые студенты! Сегодняшняя наша лекция посвящена на тему уход за онкологическими больными с запущенными стадиями заболевания. Уход при лимфодиме. Лимфодима это отек ткани, обусловленный лимфостазом. В большинстве случаев лимфодима развивается после хирургических операций по поводу рака молочной железы, рака органов малого таза, в результате послеоперационной инфекции, после лучевой терапии и при рецидиве онкологического заболевания в подмышечной, паховой и тазовой областях. У пациента появляются следующие симптомы. Первый – это опухол в конечностях, верхняя или нижняя конечность. Второй – ощущение напряженности в конечностях. Третий – чувство тяжести в конечностях. Четвертый – боль и дискомфорт из-за давления на суставы и связки. Визуально может быть первое – лимфария, подтекание лимфатической жидкости, кератоз может быть, может быть образование в глубоких складах в коже, может быть признак стимблера и целлюлит может быть. Уход за кожей при лимфодиме. Кожа при хронической лимфодиме становится сухой и обесцвеченной. Микротрещины кожи способствуют попаданию бактерий и идеальны для их размножения среду неподвижную лимфу. Аккуратность и соблюдение правил гигиены позволяет уменьшить риск инфицирования, вымыт, просушить промокательными движениями отечную конечность, область между пальцами и в складках кожи для предупреждения грибковых заболеваний. Эту область надо смазывать кожу в вымытой конечности с мягчайшим кремом для увлажнения кожи и предупреждения. Надевать перчатки, работая дома или на присадочные участки, пользоваться наперском прищете, соблюдать осторожность при стрижке ногти и защищать кожу на поражении конечностей от сомничных ожогов. И при этом рекомендуется, первое, использовать электробретву при бритве волос под мышечные впадения и предохранять отечность, отек руку от инфекции, взять крови на анализ, измерение давления. Третье, проявление трещин. Помните, трещины, входные ворота для инфекции, обрабатывать порезы и ссадения антисептическими средствами своевременно. При лимфодиме рекомендуется комплекс упражнения. Сюда входит первый, руки за голову, перед собой за спину. Это упражнение повторить надо 10 раз. Второй, лично спину на кровати, спив ладони. Поднять руки как можно выше. Этот упражнение тоже повторить надо 10 раз. Третье, это медленно твердое отвестие ладони назад, как можно дальше вверх. Затем вниз. Тоже повториться 10 раз. Четвертое, это положить под опухшие ноги подушки. Или под опухшие руки подушки надо положить. Плавно подтягнуть колено к груди. Вытянуть ногу вверх, а затем опустить ее на подушке. Повторить это упражнение тоже 10 раз. 10 раз каждой ногой поочередно. Пятое упражнение, это медленно оттянуть носок стопы к полу. Затем до предела оттолкнуть вверх. Этот упражнение повторяется 10 раз с каждой ногой. Шестое упражнение, это медленно вращать стопой сначала влево, затем вправо. Повторить это упражнение тоже 10 раз. Седьмое упражнение, лежа на спине, положить руку на живот. Глубоко и медленно вдохнуть, почувствовать, как руки поднимаются вместе с животом на два щита, задерживать дыхание. Затем медленно выдохнуть. Повторить это упражнение следует 4 раза. Восьмое упражнение, это массировать шию в направлении рук. Девятый заложить ладонь здоровой рукой за голову и массировать подмышкой медленными круглыми движениями. Следующий уход, это уход за трахостомической трубкой. Трахостомия, это рассечение трахеи, проводится в тех случаях, когда естественное прохождение воздуха через трахеи невозможно. Это при обхолях гортани голосовых связок. Патенты, которым предстоит операция, как до, так и после операции, боятся задохнуться. Поэтому очень важна подготовка патента к трахостомии. И сам патент и его родственники должны понимать, что после операции он не сможет разговаривать из-за кашля или стрелизованного дыхания. Болной будет нуждаться в уходе за трахостомической трубкой. Поэтому и патент, и члены его семьи должны научиться ухаживать за трахостомической трубкой. Патента во время прогулки в зимний период необходимо накладывать на отверстие трубки двухслойную марлевую повязку, а в летний период повязку следует увлажнять водой. Принимать пищу патент должен в спокойном состоянии, не разговаривая, не смеясь. Рекомендуется носить шинеплаток, шарфик или косинку вокруг шины. Когда же наступает привыкание пациента к трубке и появится уверенность, можно порекомендовать прикрывать трубку воротником или галстуком. В некоторых случаях ставить внутреннюю трубку с клапаном, который позволяет разговаривать. Такую внутреннюю трубку можно носить в течение дня, пока есть необходимость в общении. На ночь ее необходимо сменить на обычную трубку. Патент может обучиться разговаривать, прикрыв отверстие трехстамической трубки пальцем, обернутым стерильной сарфеткой. Использовать этот прием можно при кратковременной беседе. Для предупреждения высыхания слизистой оболочки трахеи в трахеи вливают 2-3 капли стеринного вазелиного масла или глицерина. Для разжижения слизи вливают пипеткой 1 мл 0,9% раствора натрия хлорида или 1 мл фермента трепсина. Нужно помнить, что жизнь со стомой это не болезнь. Но оперированный человек в первый год после операции, как маленький ребенок, должен научиться жить со стомой, приспособиться к ней. И это не только проблема ухода со стомой, но и психологическая адаптация. В большинстве случаев пациенты со стомами возвращаются к нормальной жизни и приступают к работе, которую выполняли до операции. Однако, заниматься поднятым тяжести, копанием или интенсивным ручным трудом не рекомендуется, если его работа связана с тяжелыми физическими нагрузками, может возникнуть необходимость поменять его. Важно правильно ухаживать за кожей вокруг калового свища во избежание матерации. При правильном уходе от пациента нет неприятного запаха, окружающий свищ кожа не разражена. Выделение из кишки удобнее всего собирать в специальные колоприемники, одноразовое или многоразовое использование. Важно определить режим опорожнения кишечника, так как выделение масс происходит периодически большими порциями, чаще после приема пищи. Хорошо подобранный колоприемник защищает кожу, в нем помещаются испражнения, он соответствует изгибам тела, позволяет без помех наклоняться, не пропускает из запаха. Частота смены зависит от типа колоприемника, используемого пациентом. Так, одномоментный одезивный колоприемник необходимо менять, когда уровень содержимого доходит до половины или когда пациент начинает ощущать неудобства от мешка. Уход за пациентом с гастростомой. При непроходимости пищевода, связанной с неоперабельной опухоли, на желудок накладывается гастростома, через который по введенной трубке производится питание пациента. Значительно рыже, при невозможности питания через желудок, аналогичный юностома накладывается на толщую кишку. В обоих случаях в поле орган желудок или толщая кишка, подшиты к передней брюшной стенке, вводится резиновая трубка, которая также крепится к передней брюшной стенке, швом или полосками лекопластыря длиной 15-16 см. Трубка вводится недалеко от лапаротомической раны, зашитой наглухо. Кормление пациента через гастростомические или юностомические трубки. Для кормления пациента необходимо приготовить стакан с водой, емкость для промывания вод, стеклянью или пластмассовую воронку, пачку стерильных салфеток, зажим необходимый будет, полиэтиленовый мешок для сбрасывания отработанных салфеток и пищу жидкой и твердой консистенции. Снять с резиновой трубки салфетку, закрывающую вход и зажим, сбросить в мешок для мусора. Следующий этап – это вставить в конец резиновой трубки стеклянью или пластмассовую воронку. Следующий – поднять воронку вверх, слегка наклонив в сторону водного. Далее дать пациенту тарелку с пищей для пережиживания. Далее предложить пациенту переложить, выплюнуть переживанную пищу из рта в воронку. Затем залить переживанную пищу теплой жидкой пищевой смесью и потом промыть воронку и резиновую трубку после кормления водного теплым чаем, настоем шиповника во избежание гнения остатков пищи в резиновой трубке. Затем придется снять воронку и наложить на конец резиновой трубкой в стерильную сарфетку и зажимом. Далее зафиксировать зажим длинные петли бинта, заведенные за шею пациента. И потом дать пациенту стакан с водой и поставить рядом емкость для промывных вод. Помочь пациенту прополоскать полость рта от пищи. И далее убрать емкость для промывных вод. И дальше дать пациенту жевательную резинку для предупреждения образования стоматита в полости рта. Затем контроль повязок и дренажев. Повязки проверяются несколько раз в течение дня и ночи. Это речь идет о послеоперационной повязке и дренажев. При этом обращает внимание на расположение повязки, ее удобство и отсутствие выделений. Если рана защита полностью, повязка должна быть сухой. Следует заменить верхний слой повязки стерильным материалом. Даже если они слегка увлажнены, загрязнены кровью. Но рана открывать не следует. Если рана защита не полностью, то при оставлении дренажа, тампона или резинового выпускника, повязка может загрязняться и придется почаще менять повязку. Верхность в повязке. Спасибо за внимание.